Ищите подходящего работника для своей компании? Касса по безработице возмещает до 50% расходов на зарплату, если вы наймете зарегистрированного безработного, соответствующего условиям субсидии на выплату заработной платы. Как узнать, что безработный отвечает условиям субсидии на выплату зарплаты? Спросите у самого безработного. Касса по безработице обязательно сообщает безработному, если его трудоустройство дает право получать субсидию на выплату зарплаты. Отправьте через систему самообслуживания кассы по безработице заявление о субсидии на выплату заработной платы, и в случае соответствия безработного вы получите положительное решение. Договор о субсидии с кассой по безработице должен быть подписан до того, как нанятый приступит к работе. Обработка заявления занимает до 7 рабочих дней. Информацию об условиях субсидии на выплату заработной платы можно найти на сайте «Кассы по безработице» в разделе «Работодателю и партнеру». Как подать заявление о субсидии на выплату заработной платы? Войдите на портал «Кассы по безработице» в роли работодателя. Найдите пункт меню «Пособия». Затем выберите «Заявление о пособии на выплату заработной платы» и добавьте новое заявление о субсидии на выплату зарплаты. Как выплачивается субсидия на заработную плату? Мы возмещаем половину расходов на зарплату работника, но не более минимальной заработной платы. Для молодежи предусмотрен предел в две минимальных зарплаты. Субсидия на выплату заработной платы предоставляется в течение 12 месяцев с момента поступления, нанятого на работу. Подробности смотрите на сайте. Субсидия выплачивается на основании данных, представленных в налогово-таможенный департамент. Трудовой договор с работником, привлеченным на основе субсидирования зарплаты, не может быть расторгнут по инициативе работодателя в течение срока действия договора о субсидии. В противном случае работодатель должен вернуть субсидию. Что-то пошло не так или возникли вопросы? Обратитесь на сайт www.totukassa.ee в раздел «Работодателю и партнеру». Продолжение следует...